Всем холонарод! Заметил, что вам понравился ролик с фактами о Шиммере, и многие писали, что было бы здорово сделать ролик с фактами о боссах, поэтому я и презентую вам его сейчас. В ролике также присутствует Фортуна, который озвучил несколько своих фактов, так что обязательно подписывайтесь на него и на меня. Кстати, если наберем 80 тысяч подписчиков, я сделаю еще один безумный безбашенный эксперимент, на этот раз с максимальным спаунрейтом. Надеюсь, вы уже подписались, ведь среднестатистически это делают только самые умнейшие, ну а я начинаю. А если вы хотите приобрести Террарию и прочие классные новинки на различные платформы, ПК, Xbox, PlayStation, так еще и по низкой цене, то заходите на GGSell. Здесь вы можете приобрести ключи к различным играм, ведь многие знают, что сейчас Steam в России недоступен, а если и можно пополнить баланс, то это требует лишней платы. На GGSell вы можете найти такие популярные игры, как GTA V, Rust, а также новинки Outlast Reals и Diablo 4. Разумеется, Террария тоже здесь. При покупке обращайте внимание на количество продаж и отзывы. Внимательно читайте описание, чтобы правильно купить то, что вы хотите. Вы можете не переживать за свою безопасность, ведь после покупки деньги остаются в системе, они идут напрямую продавцу, и вы сможете их вернуть, если что-то пойдет не так. Если вдруг аккаунт оказался нерабочим, то обращайтесь в поддержку, они смогут разобраться с вашими проблемами и вернут деньги в таком случае. Так что если вы хотите безопасно покупать игры по очень низким ценам, переходите по ссылке в описании и пользуйтесь сервисом GGSell. Самый бесполезный лутс боссов – это водный пистолет. Большинство боссов в Террарии спавнятся за экраном. В Эксперте с них падают уникальные мешки, а в Мастере и мешки, и уникальный дроп в виде питомцев или маунтов, и золотые реликвии. Начиная с Эксперта, у боссов добавляются новые механики. Как пример, Скелетрону нельзя наносить адекватный урон, пока живы руки, а после того, как уничтожена одна рука, он будет призывать летающие черепа. У всех остальных боссов тоже есть новые атаки или особенности в Эксперте. В легендарной сложности у боссов добавляются еще более шизанутые новые атаки. Здоровье боссов увеличивается в зависимости от того, сколько игроков в мире. Только 6 боссов могут прийти сами и без нашествий. Это Король Слизни, Глаз Ктулху, Скелетрон Прайм, Близнецы, Уничтожитель и Циклоп Олень. Если у игрока 200 единиц здоровья и более 9 единиц защиты, Циклоп Олень может появиться сам. В полночь, во время метели с вероятностью 25%. Босс Циклоп Олень это босс из игры Don't Starve Together, с которой у Террарии был кроссовер аж 2 года назад. В Террарии всего 9 боссов, которые обязательны для прохождения игры. Это Скелетрон, Стена Плоти, 3 механических босса, Плантера, Голем, Культист и Лунный Лорд. Дриада приходит после убийства первого босса, но если первым боссом будет Король Слизни, Дриада не придет. Скорость Короля Слизни зависит от его размера. Чем меньше Король, тем он быстрее. Король Слизни тонет в воде, несмотря на то, что он Слизень. Король Слизни и его Шипастые Слизни единственные, кто настроен враждебно к игроку даже с королевским гелем. На мобильной версии 1.2 существовали три эксклюзив босса. Это Акрам, Кролик Лепус и Индий Кор Неблагодарный. Их удалили при переходе на версию 1.3. На изображении лицензионной версии игры глаз к тулху нападает в нем. Уничтожителя можно считать самым легким хардмодным боссом, ведь при должной тактике его можно убить за считанные секунды. Единственный босс, которого можно призвать только при рыбалке, это Рыброн. Если постараться, Рыброна можно убить до механиков, тем самым получив имбовое оружие в начале хардмода. Императрица Света Днем сносит игрока за один удар, как и Хранитель Данжо, что делает этих двух самыми сильными врагами в игре. Удар Хранителя Данжо можно пережить, и я даже делал об этом видео. Мунлорд это единственный босс, с которого выпадает больше всего ингредиентов для зенита. Приветствую всех, на связи Фортуна. Сегодня в ролике Молтера я расскажу несколько фактов о боссах. Если призвать скелетрона и подождать до утра, старик заспавнится, но нового скелетрона призвать не получится. Старик умрет, и если мы убьем этого скелетрона, старик тоже заспавнится. Стеноплоти можно вызвать, скинув гида в лаву. Только циклополень всегда остается после вашей смерти, и вы можете его хоть медным мечом победить, он все равно будет оставаться, даже когда вы будете умирать. Некоторых боссов можно использовать в качестве батута и добираться так до парящих островов. Король слизней горит в лаве, пока другие боссы не горят. Королева пчел следует за игроком по всей карте, можно телепортироваться от океана к океану и пока она летит лечиться. Боссы замедляются в меде, некоторые снаряды тоже. Если вы призовете мозг к луху или пожирателя миров, нового не получится призвать, даже если вы разрушите 3 и более сфер, по крайней мере в новых версиях. Короля слизней можно использовать для фарма ключей и биомных йо-йо, будь то омарок или же елец. Обычно хватает 20 призывалок, чтобы выбить ключ биома. За это же количество призывалок вы можете в постплантерном данже выбить 100 эктоплазмы. Самый высокий прыжок и у боссов и у мобов в космосе. Для сравнения так прыгает голем на поверхности, а так прыгает голем в космосе. Обычно вы не можете призвать много одинаковых боссов без чит панели, но королеву пчел можно. Сколько коконов на карте, столько королев пчел вы сможете призвать одновременно. Но в любом случае меньше 200. Всего мобов максимум может быть 200, поэтому и королев пчел может быть всего 200. В обычной карте скорее всего будет около 12 королев пчел. Но на сидя нотзбис, сколько коконов? Столько и королев, а коконов там очень много. На этом все, подписывайтесь на молтора, давайте добьем ему 80 тысяч и выйдут новые крутые коллаборации. Но об этом расскажет сам молтор, как только вы добьете. Но я отчаяливаю, всем пока, до новых встреч. Если за одну ночь убить сначала Гластуху, а затем Стену Плоти, то с нее выпадет шляпа стримера Баджер. Прозвище босса Акрам, это имя разработчика Марка, который создал его. Циклоп Олень, единственный босс, который остается после смерти игрока при любых условиях. Только на сиде GetFixitBoy игрок не может сражаться с механическими боссами по отдельности. Для того, чтобы их призывать, нужно Лезвие Акрама, которое призывает Мехдузу. Слияние всех трех механических боссов. По отдельности, призывалки мехов работать не будут. У Тыквенного Короля один и тот же скрип передвижения, что и у Скелетрона и его механического собрата. Очки-авиаторы были до версии 1.4. Просто раньше они выпадали из Глаза Ктулху только на хардкоре. Если появится сообщение о призыве Глаза Ктулху и вы призовете его призывалкой, то у вас появится два Глаза Ктулху. Индикор неблагодарный имел самый необычный призыв, ведь чтобы этот босс призывался, у игрока должен быть вызван питомец. После первой победы над Плантерой распространение порчи, Кримзона и освещение замедляется. Плантера – дань уважения грув-метал группе Пантера и её гитаристу Даймбогу Дарреллу, которого убил фанат на сцене в 2004 году. Молотопор под названием «Тот самый топор» выглядит как гитара Даймбога. Атака Акулонада у герцога Реброна – это не что иное, как отсылка на фильм 2013 года «Акулий Торнадо». Императрица Света, Королева Слизни и Реброн – единственные боссы в хардмоде, которые не нужны для прогрессии в игре, если не считать боссов нашествий. Императрица Света – самый быстрый босс в игре, поскольку независимо от того, как далеко игрок отойдет до того, как она закончит атаку, она всегда пролетит над позицией игрока, чтобы начать следующую атаку. Её скорость превосходит в скорости разъярённой Королевы Пчёл, Скелетрона и Скелетрона Прайма. Императрица Света имеет самый большой урон в игре – почти 60 тысяч урона в мастер-моде. Лунный Лорд – единственный босс с уникальной анимацией смерти. Финальным боссом Террари изначально должна была стать Луна, спускающаяся на мир, но позже Сенс заявила, что от этой идеи отказались. Пятидесятый факт предлагаю написать вам самим. Надеюсь, вам нравятся мои ролики с фактами о Террарии. Если вы хотите продолжения, обязательно подписывайтесь на мой канал и пишите, какие ещё факты мне показать. Не забывайте подписываться и на Фортуну. А с вами я прощаюсь. Всем удачи и адьос. На одной из наших улиц был весёлый дом. Там раскручивая плёнки, бил магнитополь. В жизни радостный шокей улыбался... Субтитры создавал DimaTorzok